Шейх Мухаммад Абдуллах Наср И вас с Новым Годом! Желаю всего наилучшего исламской уме и всем народам. Но я в день Ашуры не буду держать пост, потому что нет поста в день Ашуры. Это ложь. Нас с детства учили, что в день Ашуры надо держать пост, и приводили доводы из Сунны. Но я, разобравшись, понял, что пост в день Ашура — это ложь. Хадисы, утверждающие это, выдуманные. Мои доводы очень простые и короткие. Посланник Аллаха прибыл в Медину и увидел иудеев, которые держат пост в день Ашуры, и сказал, «Почему вы держите пост?» И они ответили, «Сегодня праздничный день, ибо в этот день Аллах спас Мусу от зла фараона». Первый довод на то, что хадис вымышленный, в том, что пророк не знал, что в этот день Аллах спас Мусу от фараона, и что у иудеев в этот день праздник. Как он мог не знать? Второй довод в том, что в день Ашуры пророк постился вместе с иудеями. Это значит то, что пророк подчинился иудеям. Третий довод на то, что хадисы о посте в день Ашуры являются вымышленными, это конец хадисов, говорящих о посте в день Ашура. В концовках хадисов говорится, пророк сказал, «Если доживу до следующего года, то подержу пост в день Тасуа и Ашура». А на следующий год пророк умер, не дожив до дня Тасуа. Конечно же, становится понятно, что хадис вымышленный. Знаете почему? Потому что первый хадис говорит, «Пророк, прибыв в Медину, приказал людям держать пост». А второй хадис гласит, Пророк сказал, «Если доживу до следующего года, то буду держать пост в день Тасуа и Ашура». Хорошо, а сколько лет пророк оставался в Медине? 11 лет, и умер в начале 11 года. А этот хадис говорит, что пророк жил в Медине лишь один год. Потому что пророк говорит, «Если доживу до следующего года, то буду держать пост в день Тасуа и Ашура». Но якобы умер, не дожив до дня Тасуа. А это значит, что пророк остался в Медине лишь один год. Последнее, в первые пять лет пребывания пророка в Медине из этого города были выведены все иудеи. Так как это получается, что пророк разговаривал с иудеями, задавал им вопросы и подчинился им? Вы видите, надо думать над каждым хадисом, размышлять, потому что разум делает человека человеком, а не плоть. Пост Ашуры — великая ложь. Нет ни единого довода на пост Ашуры, а хадисы выдуманные. То есть вы не будете держать пост в день Ашуры? Нет, не буду. То есть это фетва от вас, чтобы мы не держали пост в день Ашуры? Да, это фетва. Нет поста в день Ашуры. Это миф и выдумка. Я хочу, чтобы кто-нибудь мне привел довод о посте в день Ашуры. Спасибо большое, дорогой шейх. Не за что.